А чтобы вы понимали, какая сложилась вокруг Украины ситуация, представьте себе, что мы с вами соседи, у нас дома рядом стоят, и периодически у нас там идут какие-то споры о заборе, возможно даже какие-то территориальные претензии мы друг к другу предъявляем на пару метров. Ну у нас есть еще сосед, который так клинышком немножко врезается между нашими территориями, и вот он что-то все время поджигает собственный дом. Мы ему говорим, слушай, ты дебил, остановись, у тебя там семья, да, дом сгорит, могут дети погибнуть, да вообще жить-то где будешь, а он говорит, вы не вмешивайтесь. Мы ему говорим, слушай, мы бы не вмешивались, но искорки к нам залетают, да, у нас тоже, значит, могут проблемы по этому поводу начаться. Так вот, два года назад об этом говорили мы, полтора года назад об этом начали говорить европейцы, сейчас об этом начали говорить уже и американцы, потому что, как вы слышали, этот сосед дебил, он всем говорит, ребята, да мне пофиг, вы деньги давайте, да, чтобы я мог как-то жить. А что вы там хотите, чего вы не хотите, мне абсолютно все равно. Причем с этим сталкивалась Россия на протяжении практически 20 лет украинской независимости, когда...